Что касается вот этой трагической ситуации, этой катастрофы, как мы, политической, то обычно, когда такие события происходят, всегда поступает противоречивая информация. Мы можем назвать десятки, даже сотни подобных событий, которые списывались на природу, на техническую неисправность. Ну а потом, спустя некоторое время, прояснялись детали, и не только детали. Становилось ясно, что ничего просто так не бывает. Здесь тоже много вопросов, почему именно, поскольку летело несколько и самолётов, и вертолётов, но почему именно пострадал такой странной ситуацией, именно вертолёт, на которого был президент, почему именно это в нарушении всех норм высокопоставленные длится, все летели в одном вертолёте. Мне почему-то некоторые параллели приходят по аналогии того самого трагического, той самой катастрофы, которая у нас была 30 с лишним лет назад, в ноябре 1991 года, когда был подбит в Гаракенде вертолёт с правительством, с значительной частью правительства Азербайджана. Тоже очень серьёзное событие, которое сначала долго списывали на природу, на то, что лётчики не увидели при горах, хотя те, кто были в Гаракенде и знают географию, там совсем иная равнинная география. Ну много чего можно было придумывать, но важно то, что потом внестились детали, которые до сих пор вызывают сомнение в том, что это ошибка лётчиков или же всё-таки преднамеренное какое-то событие, которое серьёзно повлияло затем на внутрополитическую ситуацию в нашей стране и на ход армяно-азербайджанской войны. Потому что те, кто летели в этом вертолёте, они имели серьёзный шанс пресечь на корню будущую Карабанскую войну. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова